Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Я заметила, что у меня образовалась вот эта вот полоска Человек все равно не поймет, мы в разных мирах живем С разным сознанием Они такие стильненькие, вот это вообще компактная такая маленькая Та белая была побольше И там есть детский отдел, и там веселый вот такой комбезик Нежнейшая пюрешка Причем оплачивает эта медицинская страховка Мне ничего не пришлось ни платить, ни даже доплачивать Но на медсестру как бы за полгода вы не выучитесь Вам нужно государственное трехгодичное обучение Прикиньте! Как я потом это на подоконник перетащу, я не знаю Ааа, вот я лошара В Москве в хороших салонах используют эту косметику Всем доброе утро Я завтракаю В пол первого дня Что-то валялось долго, хотя встала в 9 У меня горячий бутерброд с колбаской, сыром и помидорами Остатки тарта Очень вкусный прям Чаек, смотрю Риту Дакоту И после завтрака поеду по делам Как вы можете заметить, я все убрала На стенах и потолке тоже ничего не висит У меня это заняло 2 дня и много-много часов Потому что как только я думала, что убрала Встрахиваю какую-то подушку, какую-то картину случайно задеваю И опять эта конфетти откуда-то сыпется Вот, постирала все чехлы на диван Они уже высохли Я их немного подсушила в сушилке И повесила, и вот за ночь они подсохли А вот я, толстяк Я заметила, что у меня образовалась вот эта вот полоска Видите ее? Она еле заметная Она у меня сначала была вот досюда До линии трусиков, скажем так А теперь поднялась выше до пупка Они могут еще выше быть В общем, я читала, что эта полоска есть у всех нас Просто ее не видно А при беременности какой-то там гормон Не помню, как он называется Вырабатывается И она становится более заметной Мне очень не нравятся эти полоски, на самом деле Я так надеялась, что у меня не будет Ну ладно, пока не сильно видно, окей А еще у меня пропал кактус Вы заметили? У меня же тут стоял кактус Родители были, я их попросила выкинуть Потому что он вверху гнил Я вам показывала И как-то стал желтеть Я думаю, что это просто вопрос времени Когда он полностью сгниет Я не хочу, чтобы он тут падал Прокисал, тек Поэтому выкинула заранее Что-то у нас похолодало Хотя написано 14 градусов Но на самом деле утром минус, минус 2 Я думаю, это последняя неделька мороза А потом будет все Потом уже будет весна Но утром, да, минус И прям ветер такой холодный Да, блин, у меня столько комментариев под моими последними видео Где я рассказываю, что беременна Где я узнала, что у меня девочка Это просто так приятно, так приятно Конечно, нашлись парочку человек Которые решили сказать свое Но, скажем так, это, не знаю, может, 1%. Что-то мне там пишут, как можно себя обречь добровольно на мать-одиночку. Такие глупости пишут. Я вот иногда просто поражаюсь, да. Вообще я не отвечаю на такие комментарии, да, но иногда прям хочется написать, потом пишу, потом думаю, зачем я пишу? Человек всё равно не поймёт. Мы в разных мирах живём, с разным сознанием. Поэтому, конечно, лучше вообще на такое не реагировать. Некоторые люди реально вот живут в какой-то коробке, не могут взглянуть на какие-то ситуации с других сторон. Ну ладно, ну ладно, мне ещё пофиг, главное, что мне по кайфу, правильно? Вот, я еду сейчас на работу, но я не работаю. Я еду, у меня пришла посылка туда, я, видимо, забыла адрес поменять. Хотя не то, что я забыла, да, она что-то долго шла. Я заказала магнезию, у меня кончился. И заказала... Вот куда ты едешь? Просто велосипедист вот так мимо проехал. Ну ладно. И заказала Q9 или Q3 жир. То мне надо поехать забрать, пришёл мой бандаж для живота, для спины, для живота. Да, у меня ещё там не последние сроки, но у меня болит спина, вот этот крестец, или как он называется, сзади. И мне врач сказал, что вот этот бандаж поможет. Я хожу на массажи, мне ещё прописали какую-то мазь, но мазь я не стала брать, потому что мне прописал врач гомеопатическую мазь в гомеопатию, я не верю. Поэтому я даже покупать не стала. Но массаж, я тоже не заметила, чтобы у меня там... Сделала массаж, потом три дня ничего не болело. В этот день расслабляюсь, классно, но на следующий день всё равно может болеть. Сейчас я дома сижу, так ничего не болит. Но когда я работала, болела. Вы знаете, что-то мне уже жарко стало. Забрала посылку, оказывается, это было не с аптеки. Пришла моя книжечка, которую я отправила на ремонт. Электронная. Ну, конечно, мне её не отремонтировали, потому что они запросили за ремонт 90 евро. Книжка стоила 120. Смысл, уж лучше тогда купить новую. Это моя третья книжка, в которой закачана куча книг. Она лежит на моей предкроватной тумбочке. Просто успокаивает меня, что она там лежит. С кучей закачанных книг. Я её не читаю. И где-то через годик-полтора сажусь случайно на эту штуку. И она ломается. Два раза мне чинили ту старую. У меня была белая побольше. Это вышла новая модель. Я купила. И вот она тоже сломалась. Мне нравятся именно вот эти pocketbook. Они такие стильненькие. Вот это вообще компактная такая маленькая. Та белая была побольше. Я думаю, что я куплю новую. Но я не знаю. Я, короче, решила сейчас не покупать. Я попробую. У меня есть пару книг живых, настоящих. Прочесть их. И если я их прочту, только тогда я куплю себе такую. Потому что, мне кажется, я сейчас если рожу, будет у меня время читать, не будет. Хотя пока не родила и не работаю. Самое время, да. Но вот я попробую. Если я начну тебе читать, то я куплю. Потому что они иначе просто так лежат. Простая трата денег. Хочу мне её выкидывать, получается. Вообще экран не работает. А, ну работает? Ну, как бы... Читать, естественно, невозможно. Ладно. А где же моя посылка с аптеки? Я, может, на дом заказывала? Вот забрала я свой, значит, ремень. Вот так вот он выглядит. Под мой живот сделан. Но так, чтобы на несколько месяцев мне хватило. Кир, ну хватит. Пузо чешется. Ой, ты Господи. Помочь тебе? Давай почешу. Давай почешу. Как тебе? Нравится? Ой, девочка. Сейчас его одену, покажу, как он на мне. В общем, вот тут ещё можно затягивать. Классная штука. Я одела сразу так по кайфу. И смотрите, я зашла в ДМ, там смывку для макияжа купить. И ватки, всё такое. И там есть детский отдел. И там висел вот такой комбезик. Такой классненький. Маленький 56 размер. То есть наградничков вообще. Такой классный. Я прям не могла пройти мимо. Взяла его. Вот здесь, значит, внизу вы его фиксируете. Он сказал, как можно крепче. Вот. И потом вот эти штуки ещё затягиваете. Хоп. И хоп. И вот так вот он вам держит спину внизу. Будет так приятно, девчонки. Реально очень круто. Причём оплачивает эта медицинская страховка. Мне ничего не пришлось ни платить, ни даже доплачивать. Классный ремень. Потому что иногда хочется, чтобы вот что-то тут держало. И плюс реально, если это помогает как-то облегчить нагрузку на спину. И цвет мне нравится. Я почему-то думала быть чёрный. Можно ещё даже подуже затянуть. И, в принципе, я думаю, ещё хватит надолго. Потому что, ну вот я застёгиваю. А можно ещё вот так его застёгивать. То есть, если на самый минимум. Маленький. Ещё сколько места. Так что, классный ремень. Короче, не всё бельё высохло. Некоторые углы ещё мокрые. Поэтому пусть повисит ещё. Кое-что безумно вкусное у меня здесь. Глазированный творожный сырок с фундуком. Это такая вкуснотень. Я попробовала... Я их, честно говоря, раньше не ела. Один раз когда-то попробовала, мне показалось ничего так. И всё. Так как я творог не люблю, у меня ассоциировалось это вот, что это вкус творога. Но вообще нет. Это мне сейчас так понравилось. Я купила две штуки. Один клубничный, один вот такой. Как же это вкусно! Я думаю, пойду в русский и наберу таких побольше. Я сейчас сижу в интернете. Хочу батарейку купить. Для камеры вторую. Хотя вот думаю, может камеру менять. Не знаю. Скажите мне, как вам качество моих влогов? Мне почему-то кажется, что раньше она снимала лучше, чётче. И картинка была гораздо красивее. Сейчас как-то, даже когда светло, ну если это не дневной свет, ну просто в квартире я включу весь свет, как-то вот тускло что ли. Не знаю. Нечётко. Ну, во-первых, тормозит фокус. Но даже если его выставлю, всё равно какая-то нечёткость. Не знаю, меня это бесит. Напишите мне, пожалуйста, как вам качество. Не знаю. Либо подождать. Сейчас, в принципе, не до камеры мне. Не знаю. И взять просто дополнительную батарейку. Потому что я сейчас снимала мукбанг. И поняла, что мне не хватает одной батарейки на получасовое видео. Через полчаса она разряжается, если я полчаса подряд снимаю. Так, если я влоги снимаю несколько дней вообще без проблем. Потому что, ну ты включил камеру 2 минуты, поговорил, отключил. А вот если какое-то такое стационарное видео, то не хватает ей силы. Тут задали такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, как выучиться на косметолога в Германии. Сложно ли это? Читала, что надо 3 года учиться на Ausbildung. Ausbildung это трёхгодичное обучение. Перевела. Просто не совсем понятен процесс. Как именно надо искать фирму или школу. Или курсы какие-то. И вообще, стоит ли учиться на него. Или лучше что-то более практичное, типа медсестры. И ещё видела, что на косметолога учёба обычно платная. Но есть разные варианты обучения. Вы можете пойти на бесплатное обучение, на косметологию. Тогда вам надо учиться 3 года. Сдавать экзамены. Это такое государственное обучение, скажем так. Вы ходите в школу. У вас там, я не знаю, практика есть, нету. Но в основном теория. Также есть платные курсы. Есть годичные, есть двухгодичные, есть полугодичные. Там вы сами оплачиваете. Кир, ну вот больше негде, да? И то, и то считается в конечном итоге. То есть, неважно, закончили вы государственную школу, либо прошли курс платный. И то, и то признаётся одинаково, вроде как. Лучше ли на медсестрой или на косметолога? Ну, это разные вещи. Это вам решать, смотря, что вы больше хотите. Ну, чё ты ноешь? Медсестра это совершенно другое. Опять-таки, смотря где работать с медсестрой, в больнице. Но это, мне кажется, адский труд. Зарплаты небольшие. Работы там дофигища. Если там в той же хирургии, вот как я работала. У нас прошла там одна операция в день. И нормально. Ну, бывало редко 2-3, да? Но в основном одна. Нет, ну, в основном одна-две, вот так скажем. В больнице это просто операция за операцией. И вы там только как уборщица почти, что... Ну, если вы не ОПИ, Швеста, не сестра, которая на операциях помогает, а реально медсестра, то вы там... Или это по-другому называется. В общем, тут на самом деле есть несколько именно наименований, похожих, профессий. У всех разные задачи. Ну, в общем, в больницах они там подготавливают, помогают, без конца моют, стерилизуют. Не знаю. Если работать в какой-то частной практике, то там тоже в сутках куча клиентов. Не, ну, нормально, чё, можно? Косметолог. Ну, это разные вещи. Косметолог вы сидите в кабинете и делаете процедуры, а медсестра... Вы работаете с врачом и помогаете ему, скажем так. Но на медсестру, как бы, за полгода вы не выучитесь. Вам нужно государственное трехгодичное обучение, а на косметолога можно и так, и так, и то, и то будет засчитано. Вы либо ищите школу, где предлагают учиться на косметолога, либо ищите курс. Вот и всё. Я решила чем-то заняться дома, потому что обычно я могу валяться неделями напролёт, просто не вставая с кровати, ничего не делая, только кушать и смотреть сериалы. Поэтому для меня, в принципе, вот эта вот ситуация с карантином я не чувствую, что что-то изменилось в моей жизни. Позвонили мне, сбили, в смысле, я уже не помню, о чём я говорила. Но, в общем, я решила посадить семена. У меня был вот такой вот набор. Был и есть. С икеи. Я его еле отмыла, он у меня где-то стоял наверху. Что у меня есть? У меня есть всякая трава для салата. Это что? Ой, это петрушка. Ой, кориандр хочу. Петрушка, базилик. Это что? Минцы, мята, лук, укроп. Я уже не помню, как это делать, но у меня есть инструкция. В общем, сейчас будем сажать. Я уже это делала, у меня есть видео, кстати, где я это делала. И у меня действительно проросло, но было, но было всё такое бледненькое. И потом я как-то забила. В общем, сейчас хочу попробовать ещё раз. Вот такие вот штучки. Камера моя не фокусирует, поэтому показываем сдалека. Значит, их надо сейчас размочить в тёплой воде. и потом мы туда засыпаем пару семян и кладём в эту штуку. Ну, в общем, вы сейчас всё увидите. Давайте их сначала замочим. Я вот чуть не поняла, в какую. Так, по-моему, в эту. А где тут? А, вот максималь. Угу. А это что? Это я не помню. Для чего? Чё-то я припорщила. Да, мать твою. Попытка номер два. Так, их надо сразу замочить на две минуты. И... Ать! как я потом это на подоконник перетащу я не знаю я все разолью сто процентов петрушка на 71 процент что взойдет 70 до 1 процент они дают значит теперь мы берем надо мне потом не забыть где что я положила это идет у нас сюда мне кажется эта штука какая-то кривая стала не кажется на кривая и чё делать так хорошо дальше я не знаю поскольку семян надо помимо нескольких штук на доклад что тут написано ничего и не написано а тут не стоит девчонки ну короче буду класть по несколько потому что я не помню но мне кажется точно это несколько штук я клала в тот раз так это у нас стоит у нас петрушка маленькие маленькие семена так по 2 по 2 3 семечка я кладу надо не забыть последовательность хотя какая разница да потом когда вырастет увижу но все равно так дальше мы салат романа это вот который для используется для салата цезарь вообще видно что это блин такие маленькие семена это вам не картошку сажать хотя я не знаю как картошку так так посадили следующее следующее давайте возьмем петрушку это уже какие-то другие семена я не знаю получится ли с ними так же как с теми но попробуем потому что те я брала в икее где я брала эту штуку а эти я уже брала в обычном магазине не очень уверена какой тут принцип но думаю что большой разницы нет войти уходить побольше как-то даже знаете петрушка пахнет укропом прикольно я не знаю правильное дело может побольше надо ладно посмотрим чё нам терять лук лучок золотая луковица ты ко мне не пришел а я твоя лишь дурочка лук лучок похож на на базилик это не лук лук так что тут узнаете на вот этих последних написано что они до января 2020 года просроченные семена и покупала 100 лет назад я не знаю семена могут разве просто просрочиться понимаете у меня просто малютки такие маски-маски но это вообще-то это семена как их брать то вот так посыплю у меня просто зелень в доме не растет ну все все умирает у меня как-то тут темновато но это будет стоять прямо на подоконнике у меня широкий подоконник там как раз для этого места ну правда там и окно которое поддувает у меня такие старые окна не знаю не холодно будет но тут везде написано от 10 до 25 градусов хоть на улице у нас ночью 0 градусов но они это все-таки не на улице стоят а а вот я лошара тут везде написано по сколько кидать раз два через шесть дней появится два листочка и через 25 дней три листочка и потом надо будет пересаживать землей вот в такие вот горшочки минимум по 16 часов нужно им освещение у нас так долго день не длится мне кажется я рановато начала если типа нету то нужно специальная лампа специальная лампа у меня нету такой если не получится летом еще раз попробуем ооооооо прикиньте офигеть вот эти Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Базилик уже открыли семена Прошло пару минут Я не знаю, если вы увидите Вот вы видите Это были просто черные семена А теперь вот это вот белое вокруг Это они уже открылись Вон там один лежит черный А другой уже открылся Разве может быть так быстро? Так, ну все, перенесла на подоконник И сейчас закрываю вот этой вот штукой И все, ждем Будем наблюдать с вами каждый день Я на самом деле обожаю такое Помню на уроках биологии Когда мы проращивали какие-то семена Или это были, что это было Это фасоль, горох Вот такое вот мы проращивали Мне так нравилось Мне так было интересно Что вот у тебя дома стояла фасоль Которую ты мог съесть Сварить и съесть А теперь ты раз залила ее водичкой И из нее прорастает новая жизнь Юля садовод вернулась Меня многие просят показать Мой уход За лицом Я все время забываю Вот, пока вспомнила Давайте покажу Здесь вот у меня все стоит Я ничего не убирала Как есть, так есть Я сейчас пользую И уже давно Использую косметику Только от Дерма Видос От фирмы Коко Очень многие салоны Ну не очень многие Но Я видела в Москве В хороших салонах Используют эту косметику В нашем салоне Используется эта косметика Она не дешевая Но мне она обошлась Не особо дорого Потому что я покупала По закупочной цене Кстати, в Москве Она гораздо дороже Чем у нас Ну у нас, я не знаю От Там какой-то тоник Может стоить От 20 евро До Например Какого-нибудь концентрата До 90 евро Да, вот например Нет Да, вот этот вот Но я брала по себе Стоимости И не за раз Поэтому Я очень довольна Этой косметикой Это немецкая фирма Там как-то у них Я даже не смогу Это на русском объяснить Но в общем Наша кожа Имеет определенную структуру И многие косметологические средства Не проникают Глубоко Насколько они могут А остаются на поверхности Потому что у самой косметики Другая структура У этой косметики Структура Структура подстроена Под нашу Я не знаю Если меня кто понял Вот тут еще раз название Если кому интересно Дермавидуалс Фирма Коко Это гель для умывания Я ему умываю Каждый день лицо И несколько раз в неделю Умываюсь Пилингом Пилинг очень-очень мягкий Мне кажется он для каждодневного использования Потому что крупицы мелкие Мне кажется с более жесткими пилингами Их рекомендуют раз-два в неделю А этот мне кажется можно каждый день умываться Но я все равно Я раза три в неделю им умываюсь И каждый день гелем Далее я наношу вот такой вот тоник С огуречным экстрактом На ватку Протираю все лицо И далее наношу вот эти вот три сыворотки Сыворотки или не сыворотки Я не знаю Тут у меня экстракт зеленого чая До этого у меня был еще кофеин Кофеин с зеленым чаем На самом деле Очень классный эффект дают Кожа уплотняется Можно даже использовать для тела Но бутылочки очень маленькие Я не знаю для тела Это на пару раз На один-два раза и все Поэтому я это использую только для лица По капельке выжимаю из каждой бутылочки Растираю в ладошках И наношу на все лицо И закрепляю это кремом Итак, что у меня тут есть Экстракт зеленого чая Липозоман гиалуроновой кислоты Липозоман это такие штуки Я не знаю как переводится на русском В общем, если вы видите Что написано липозоман То липозоман всегда надо закреплять Каким-то увлажняющим кремом Чтобы он проник как можно глубже в кожу В общем, гиалуроновая кислота NMF комплекс Это для загрязненной кожи Которая нуждается в питании Для загрязненной кожи Которая нуждается в питании Хотя, в принципе, у меня особых проблем с кожей нет Нет, конечно же, у меня есть проблемы Но я имею в виду, у меня нет каких-то прыщей Но у меня расширенные поры Которые загрязняются Я уже устала с ними бороться Так вот, значит, дальше Антифальтный серум Это антиморщинный серум Тут тоже какие-то экстракты Я это вам все, девчонки, не смогу перевести Ну, в общем, это против маршин И Q10 Это для более взрослой кожи Далее я закрепляю все это кремом Вот этот крем мне сделала Сеня Его она мне сделала больше полугода назад Надо его уже заканчивать Но он уже заканчивается Потому что он всего, по-моему, полгода после открытия Это крем, который смешивается сам В общем, баночка была пустая С обычным увлажняющим кремом И туда можно добавлять Я вот, правда, не помню, что она мне туда добавила Она мне добавила тоже еще каких-то пару витаминчиков Капель Все это перемешивается И, в общем, вот так вот готовится Индивидуальный крем под вашу кожу Также есть обычные кремы В принципе, если вы используете вот такие вот сыворотки И закрепляете обычным кремом от их фирмы То этого вполне достаточно А если вы мешаете крем уже с чем-то То, в принципе, можно эти не использовать Можно, по идее, взять какие вам нужны концентраты И смешать с вот таким вот кремом уже в бутыльке И тогда не нужно по отдельности наносить Я, честно говоря, не помню, что она мне сюда мешала Также у меня здесь крем под глаза С гиалуроном И мой задорный экстракт Я понятия не имею, как это на русском Вот такой вот гель под глаза Все крема с пумпочкой На самом деле, это самый идеальный вариант для крема Потому что все крема, которые вы открываете крышку И туда залазите пальцем Или даже палочкой Это все вы всегда заносите по-любому туда бактерии И здесь это нереально Потому что здесь вы выдавливаете, какое вам нужно количество И все На самом деле, очень важно в упаковках для кремов Именно, чтобы они были вот такие, которые выдавливаются Также у меня есть крем для рук Крем, на самом деле, очень легкий Я бы сказала, что он для лета Мне бы сейчас хотелось пожирнее Потому что я мою руки очень часто из-за этого коронавируса И хотелось бы что-то пожирнее Хотя у этой фирмы еще такое свойство этих кремов Из-за того, что они по структуре такие же, как наша кожа Они так быстро проникают внутрь Что многим кажется, что крема не хватает Что он недостаточно питательный И по привычке хочется нанести еще больше Но на самом деле, они достаточно питательные Просто быстро, почти мгновенно проникают внутрь И многим кажется, что что-то не так Но все нормально И также я использую лосьон для тела Тоже вот этой фирмы Вот такая вот банка Ну, 200 мл Она быстро у меня расходуется Потому что тела у меня становится больше На самом деле, очень довольна этой косметикой Если кто-то живет в Берлине Вы можете купить ее у нас Кстати, не только в Берлине В Берлине, в Дюссельдорфе Это сейчас не реклама Просто совет Потому что косметика на самом деле очень хорошая Ну, можете посмотреть, где у нас есть филиалы И там приобрести Я видела в Инстаграме, кстати Ксения Бурда тоже пользуется этой косметикой А выглядит она очень неплохо Ну, я думаю, там кроме косметики Конечно, еще много разных процедур у косметолога Потому что просто косметикой Вы, конечно, не добьетесь идеальных результатов Потому что все-таки Какие бы хорошие ни были продукты Они не могут проникнуть так глубоко Как, например, уколы И вообще оперативная косметология Конечно, это крутая вещь Такой вот у меня уход для лица Надеюсь, кому-то было полезно Ой, меня вырубило на час или полтора С Кирочкой мы так хорошо поспали О, что-то там упало В этом весь кайф Обожаю дневной сон Скажите мне, кто тоже днем спит Любите ли вы спать днем? Тем более, сейчас на карантине, я думаю Возможность такая появилась у многих Да, в детстве я дневной сон ненавидела Сейчас Очень люблю Но у меня получился более вечерний Потому что сейчас 7 вечера Но вообще, вот так вот, если рано вставать То днем на часик вырубится Это святое Ты перезагружаешься У тебя как будто день в два раза длиннее потом С новыми силами Скажи, Кира, у меня и дневной сон И утренний, и ночной И между этими снами еще по пару снов Я только просыпаюсь иногда Поцеловаться, да? И покушать Девчонки, у меня ужин Нежнейшее пюрешко Посмотрите, какая она нежная Обожаю пюре Очень вкусно И Форель Еще бы салатик Но нету ничего у меня на салатик Надо завтра купить Так тоже сойдет Ребят, посоветуйте Посоветуйте какие-то сериалы Нет, давайте я вам скажу, какие мне нравятся А вы мне, может, что-то в этом стиле посоветуете Потому что сейчас Все время дома И хочется что-то смотреть Я устала одни и те же смотреть Вот мне нравятся Отчаянные домохозяйки И секс в большом городе Бесспорно Вот что-то в этом роде Ну так, чтобы было побольше сезонов Почему женщины убивают Вот эти все там самые новые Большая-маленькая ложь И все такое Это я все смотрела Ну не знаю, можете что-то упустила Пишите, пожалуйста, все, что знаете Все, что классное Также мне нравятся такие сериалы Как вот Остаться в живых Да, где они там на острове одни Или Терранова Когда все человечество вымерло Они заново начинают жить Какими-то маленькими коммунами Вот это мне тоже нравится Также Я не знаю, может, Турецкое что-то посмотреть Не знаю Я смотрела только Это Великолепный век И Империя КСМ Очень мне нравится Великолепный век Не знаю Может, что-то у них современное Есть, классное В общем, напишите, пожалуйста Буду вам очень-очень признательна Кирочка Моя-то девочка сладкая Мы сейчас с тобой пойдем гулять Ну, могла уже потерпеть Ладно, я не буду убирать камеру Потому что лучше я буду показывать Вот это вот Нежели себя Я выгляжу просто ужасно сейчас У меня все болит У меня болят кости Где-то там Я прям чувствую, как болят кости Я не знаю, почему У меня есть Ну, я там уже почитала Всякое-всячное Но надо все равно пойти к врачу Особенно, когда я лежу долго Я не могу ногу на ногу поднять Мне как-то прям Вот так я уже сделать не смогу Как Кира Ничего себе ты Что это у тебя там О, оказалось красненькое Все хорошо Надо когти тебе постричь В общем, буду с вами прощаться Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой инстаграм Ссылка будет в инфобоксе Комментируйте Пишите ваши вопросики И увидимся в следующих видео Пока-пока Только отключила камерам Посмотрите, ну что за чудо Кроватка прям для нее Прям для нее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok